Я так и не поняла, вы пришли за зятем или вы за женихом? Да! Я поняла. Здравствуйте, я Лариса Гудеева. В эфире «Давай поженимся». Привет, девчонки! На моем веку разбитых семей, куда вторгались со своими советами взрослые, не перечесть, несчастных молодых людей, которые так и не женились, потому что их родители отговаривали, миллионы. И я не знаю ни одной счастливой семьи, где бы молодые люди послушали советы взрослых, поженились и стали счастливы, и живут всю жизнь, не помню ни одной. Но я знаю, Роза, у тебя на это другое мнение. Ты за традиционное сватовство и весь этот ужас. Да, дело в том, что вот такие разговоры, что родители не участвуют в процессе, поэтому и разводы у нас превышает количество браков, дети у нас сироты с прочерком, и уважения родительского нет никакого. А сегодня программа, я так думаю, для тебя, потому что по многочисленным заявкам телезрителей, родители будут выбирать половины для своих отпрысков. А наших женихов сегодня представляет боевая бабушка Зоя Николаевна, любящая мать Лариса Дмитриевна и Любовь Ивановна с инстинктом свекрови. Посмотрим, кто нашу невесту представляет. Здравствуйте, меня зовут Наталья Николаевна, я вот привела свою дочь, чтобы найти нам вторую половинку для моей дочери, найти жениха. Проходите. Яна, 22 года. Из-за слишком ответственного отношения к работе не может позволить себе личные отношения. За год проживания в столице решилась сходить лишь на одно свидание, которое оказалось провальным. Яна юрист в крупной компании, гордится своими корнями, мечтает попасть на необитаемый остров и отдохнуть от людей. Признается, что слишком стеснительно. Предупреждает, что может обидеть своей прямолинейностью. Яна не ответит взаимностью Лавеласу и Транжири, готова подарить свою любовь ухоженному, непьющему православному мужчине, который умеет мирно решать конфликты. Ну что ж, Наташка, как же вы такую прекрасную дочку, не конфликтную, отпустили одну? Кстати, из какого города, в Москву? Ну, мы с Крыма. А сколько вы уже здесь в Москве? Вчера был ровно год. Ну, 22 года, возраст немного молодоватый. И что за этот год на любовном фронте у нас происходило? Одно неудачное свидание. Как говорится, первый блин всегда комом. Ну, это первое и последнее. Это для мамы. Мамы думают, что мы ради вдвоих детей остаемся целомудренными. А по-честному? Вот прямо-таки одно было всего. Ну, внешне нравится. Стройненькая. А вам? Ну, милая девочка. А где ходите-то, что никого нет? Дом-работа-работа-дом? Да. Такой график. Ну, а что же он к вам сам, что ли, приедет или позвонит вам по телефону? Выходите, я... А почему одно свидание было незаконченное, неудачное? Что случилось, что произошло? Ну, не то, что было незаконченным. Просто было неудачным. Как вот сказала Роза, я попыталась такую предпринять попытку найти своего, да, скажем так, мужчину, свою вторую половину. Зарегистрировалась на сайте знакомств. Написал мне молодой человек. Ну, как бы посмотрела так, там в профиле несколько фотографий. Пообщались. Ну, чтобы как не тянуть время, решили встретиться. Ну, что вы думаете? Договорились встретиться. Я после работы подвинула все свои планы. Мчу. Пришел совершенно другой человек. То есть фотографии были одного, а пришел совершенно другой. Как бы я думаю, чтобы не обидеть человека, думаю, хотя бы выпьешь с ним чашку кофе и поговорю. Но и тут оказался провал. То есть человек нес такой феерический бред. Я просто первый раз такое слышала. Во-первых, он жаловался на свою работу. То есть, что там, какая она плохая и так далее. И мне это вообще непонятно, потому что я люблю свою работу. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Яночка, вам на будущее, если мама не давала такого совета, не разговаривайте с незнакомцами. Я понимаю, что сегодня все зависят в сетях и знакомятся исключительно так, но это все-таки опасно. И как только почувствовали опасность, а это первый обман, что человек выдавал себя за другого, нужно было просто глаза опустить и прочь оттуда, бегом. Я это сделала. Да. Я это сделала через контактную. И все, и больше, и больше ничего. Нет. Не избавлены. А это вы как определили. Всегда с детства были послушны и прислушивались к маминам советам. Наши взгляды с мамой совпадают. Наташа, у вас какие отношения со свекровью? Натяжные. Натяжные, да? Это не говорит о том, что я плоха или она плоха. Нет, она, ну просто такой человек, как сказать, она вот страстной любви, она никому не мешает, и я никому не... Ну вот так вот, понимаете, ну вот так. Она сама по себе у нас, это при всех. А как вы считаете, какой вы будете? Ну не ругаемся. А вы будете какой тещей? Я буду тоже стараться не мешать. Даже буду любить его, если он будет, конечно, любить мою дочь. Для меня это главное. А если вам покажется, что он недостаточно любит вашу дочь, или не так он ее любит, как вы? Ну я постараюсь с ним поговорить, не ругаться. Вот первый ваш минус. Это первый шаг к тому, чтобы не подходили к телефону, когда вы звоните, не открывали вам дверь, когда в воскресенье придете с блинами. Ну и тоже у мамы простое лицо открытое. Ну вообще хотелось бы с ним как-то поговорить без ее присутствия, разобраться, что у вас случилось. А муж-то есть у вас? Конечно, у меня один, единственный, неповторимый. Путь для начала он поговорит. А если взять, возьми, да ему и скажи. И ответь. Ваша дочь всю прошлую ночь все устраивала во мне более чем. Вот что на это родители скажут? Ну тогда я скажу, я не умешивайтесь, постарайтесь разобраться между собой и сами. А я своему будущему зятю так сказала, и скажу, и все прекрасно знают, потому что я по телевизору это говорю, что у меня вот сокровище одно. Соответственно, если вдруг что замечу, найду способ. И пусть он мне сначала докажет, что я это сокровище ему готова отдать. И я так говорю. Я у меня одна доча. Правильно. И твоя дочка была три раза у нас на программе, а жениха все нет. А мы выбираем. Она у меня не одна. Выбираешь? Нет, она не одна. У нас уже две репетиции были, извиняйте. Мы тут и разборчивые в этом отношении. А я думаю, Роза, и я с твоей дочкой это советовала. Как только ты сделаешь два шага назад и оставишь свою дочь в покое, тут она себе жениха и найдет. Прямо найдет. Ага. А я все придумаю, что пускай найдет. Если не будет подходить, найду способ. Причем так столкну носами, что мало не покажется. А вы тоже что сидите-то? Вы же лучше свою дочу знаете. Вы же знаете, с кого она влюбиться может. Ну так и расскажешь нам тогда. Вы советуйте. А то они там, они сейчас наворотят. А потом будете сидеть и ее разводы разбирать. У нас мальчик большой. Он живет отдельно. Он снимает квартиру. Он делает все. Ну самостоятельно. Это что такое? Самостоятельность. Три ключа. Квартира, машина, офис. Нет. Не надо ни машина, ни квартира, ни офис. Нет, квартира нужна. То есть ей нужен 45-летний, как приблизительно ваш муж, да? Не хоти. Возраст вашего мужа. Их вот именно возраст будет, чтобы он подходил к ее возрасту. Тогда, тогда, тогда ищущий, молодой, обаятельный, ищущий, сомневающийся, который будет нуждаться в поддержке вашей дочери, так же, как и она в нем. Либо 45-летний. Все, что вы сейчас перечислили, это набор для взрослого мужчины. Может, она захочет куле на море повезти к себе. А мне придан все-таки озвучьте. У вас она там очень богатая. Приданая. Ну у нас какое? Я вот, мы, как говорится, люди простые. У нас приданая курочки, индоуточки. Так, приуздательный участок. Приуздательный участок, да. Под яблоневый сад 150, кур 80. А это принадлежит лично ей? Либо это совместное? Нет, это совместное. Поросят. Но тогда это не приданая. Нет, то есть летом с детьми вы можете... Кстати, вот эти фрукты не свашивали огородито? Да, это вот угощайтесь. А что ж не угощаетесь? Это скрыма натуральная, без ГМО, пожалуйста. Светюшки два пыта. С нашего сада. Это хорошо. С одной корови. Значит, будет куда дочке с детьми и зятем приедут? Будет, конечно. А что же, дорогая, доча научили пойти доить корову, там, за умерами указывать. А как произвести впечатление на младых людей не научили? Что у нее вот один косяк такой за целый год? Ну, наверное, от того, что я свою... Мама, моя как? Что как? Во-первых, она у меня сейчас... Рассказывай, потому что, видишь, Наташа не научила. Какая фигуристая, сама это, прямо это... Стала женственная. Вот первый раз приходила, дружила с пацанами. Сейчас нет. И сама, знаешь, какая... Ну, немножко сервозница, конечно, появилась. Дочь, ну, что есть, то есть, как говорится, будешь смотреть. Представляешь, значит, с мальчиком... Ну, встречаются друзья, молодой человек, который ей нравится. А у него девушка. И она, значит, говорит, ой, какой ты классный, какой ты хороший. Ой, а как ты все здорово сделаешь, комплименты. А он стоит и говорит, слушай, говорит, Люсь, а что ты мне так не говоришь, как Ксюша мне расскажет? Что, Люсь, это... Ксюнь, правда я такой классный? Она говорит, да ты что, ты еще лучше, а? Смейю бы воспитывает. Вот мама же натуральная блондинка. Мама. Мама... Мама не натуральная блондинка. Нет. А дочка натуральная. А дочка натуральная. Мне хочется встретить своего мужчину. То есть, я вижу, как папа поддерживает маму, то есть, да? Да не будет он поддерживать. Будет выигрыш пилить, пока не подадите ему тетрадкой, конспектов по голове не дадите, или лишите его сладкого, понимаете? Либо вместе с ним будете отжигать. Проживайте жизнь не мамину с папой, а свою, молодой. Если хотите быть пацаном ровнее, поступите на какие-то курсы, учитесь танцевать, не знаю, накопите денег, автостопом поедите куда-нибудь отдыхать. А может она уже умеет все? Вот мама говорит, что моя дочь все умеет. Все это все что? Она у меня, я так считаю, я думаю, это так и есть. Она у меня не в городе, вот я уже убеждаюсь, не пропадет, не в деревне. Для деревни, да вообще она по жизни, она у меня и в хозяйстве, может она тоже курочку приготовить, изначально зарезать, обшкубать, зажарить, борщик сварить. Жениха, да без разницы, лишь бы был человек. А правда, что она кролей умеет забивать? Да, у нас в этом принципе правда смолку, она папе помогала забивать кроля, да. У меня не страшно, нет? Ну а как по другому в деревне не выжилишь? Ясно, а если москвич, да будет заковыристый, да у него будут претензии? Я думаю, мы не сойдемся в характере, скажу так, именно в жизненных позициях. А почему? Я бы, например, с удовольствием породнилась бы с такой девочкой. И доучила бы вас, и взяла бы под свою опеку. С удовольствием, потому что мне нравится ваша мама, мне нравится ее лицо, а это не обмануть. Не знаю, мне кажется, что невесту очень понравится Коле, особенно знаю, как он любит свежие продукты и вкусно поесть. Мамушка, а вот сладится, как будем свадьбу играть? Пополам? Или как? Ну мы сядем за круглый столбик, все решим. А вот давайте мы сейчас сядем, прорепетируем, давайте. Как будем, 50 на 50? Ну я считаю, это будет правильнее. А денег хватит, вдруг мы свадьбу, ну вдруг жених свадьбу захочет крутую? Хватит. Сделаем все, чтобы им было... Что же вы на все соглашаетесь? Ну потому что она... Моя же дочь, я ее очень люблю. Последнюю отдадите? Последнюю отдам. Понятно. А я бы, знаете, я сейчас не про женихов сегодня. Мне вот нравится эта тема, наконец-то вот, что и меня услышал, как Господь. И сегодня я буду свадать через новых родственников. Поэтому вам, дедушка моя, рекомендую выбирать свекровь. Это тоже немаловажный аспект, поверьте мне. А объясню, почему. Ведь вы идете не только за счастьем, не только за тем, чтобы детишек нарожать, как плод любви, да, и совместное имущество. А вы идете за счастьем. И только мама своего сыночку знает, как сделать счастливой. И она вам должна это рассказать. Сын не расскажет. Ну, как бы мой сын или ваш муж будущий не расскажет. Поэтому как сдружитесь, как полюбите. Сырину, знаете, как говорили? Вы должны стать ближе свекрови, чем собственным родителям. Дочка с квадратой. И в связи с этим я хочу сказать. Ничего про свою дочку не знаете. Яночка сейчас сидит, думает о своем, совершенно нас не слушая. Яночка модная девочка, которая проживает здесь. Московскую жизнь губки уже поднакачала. Абсолютно. Нет, я видела на фотографиях, вы сделали коррекцию верхней губки. Да ну что вы, это вы будете рассказывать. Нет, поднакачалку. Да, конечно. Вот, поэтому вы проживаете жизнь московской девочки. Что бы там мама ни говорила, мама вас не знает. И не узнает никогда. И это правильно. Поэтому вы будете поступать, так решите только вы. Вы, конечно, не будете довольствоваться курочками, гусями и индоутками. Вам нужен хороший, козырный, состоятельный, чтобы шоу рядом с вами. Вам нужна мечта. Вот давайте сегодня будем искать мечту. Страненькая девочка, потому что она много работает. Я опять же себя путаю. Одно время в деревне было очень много работы. Мне было 47 килограммов. Помоги ей, сориентируй её по звёздам. Ну, я думаю, что я это сделаю подробнее позднее. Но и мама знает, и сама Яна про себя знает. Что человек, она вспыльчивый достаточно при всех своих достоинствах. Достаточно активный. И уж если вы влюбитесь со своей обновской венеры, то я думаю, что скажет мама, будет совершенно неважно уже. И вы сами про себя это знаете. Я думаю, что мама ещё немножко боится, что Яну унесёт морем любви. Что голову потеряет, и потом уже вернуться не сможет. Поэтому отчасти ваши тревоги за дочь оправданы. Но спешить выдавать её замуж нельзя. Потому что Марс в рыбах, поспешите. Получится какой-нибудь сильно пьющий, мутный, непонятный. Сегодня нам нужен мужчина, который не будет темнить ни грамма. Который будет открыт, откровенен. И слова которого, всё, что он скажет, не будут словами болтуна. И поймите, что это правда про него. Через несколько минут наша невеста встретится с первым женихом. Не пропустите. В эфире давай поженимся у нас в студии Яна с мамой Натальей Николаевной. И я приглашаю в студию сватов первого жениха. Здравствуйте. Мы приехали из Боброва, из Воронежа. Жених из Санкт-Петербурга. У нас, у вас товар, у нас купец. Будем знакомиться. Александр, 22 года. Руководитель отдела продаж в крупном автомобильном салоне. Играет на гитаре, смотрит комедии и обожает скорость. Мечтает приобрести небольшую яхту и островок. Предупреждает, что очень обидчив и сентиментален. Александр обжёгся в первых отношениях и теперь проявляет излишнюю осторожность в общении со слабым полом. Надеется, что Яне он сможет довериться. Здравствуйте. Вы какой-то горшочек принесли с кружечкой. Это невесте? Это невесте. Жизнь такая, трудная. Жизнь такая. Мы хотим, чтобы она была сладкая. Как можно больше было радости, чтобы чуть-чуть подсластить невесте. Это мёдик? Это натуральный мёд. Ой, так можете попробовать. Мёд это наше фирменное. Кем приходитесь молодому человеку? Молодому человеку бабушка неродная. А разве бабушки бывают неродные? Бывают. Мне кажется, бабушка это... Нет, само по себе бабушка не кровная, да? Да, ну по крови. А так, я думаю, я самая родная. Надо, давай. Нет, садись, садись, я пойду невесту подчивать. Ага. Он сын вашего... Он приёмный сын моего сына. Вы его хорошо знаете? Как вы считаете? Он делится с вами? Делится. Да? Ну, конечно, остаётся чуть-чуть-чуть-чуть. Правда? Что-то есть. И вы знаете все его любовные истории, похождения? Я знаю... Ну, знаю. Угу. А как вы считаете? Да, я абсолютно в этом уверена. Потому что мой сын с моей мамой, то есть со своей бабушкой делится. Я никогда не знала никаких девчонок, ни девушек. Со мной он никогда не делился, никогда мне никого не показывал. Поэтому я вам верю. Нет, с бабулей надо делиться. А почему тогда один? Почему здесь будем мой сегодня знакомить? 22 года. Они такие сегодня все шустрые. Что, такой робкий? Да не робкий, но очень избирательный. Очень драйвый. Так ещё рано ему, 22. Как рано? Да пусть избирает пока. Ну, чё? А вам хотелось бы, чтобы он уже женился? Да. А почему? Ну, так я увидела глазом. Мне лично и моя тёща понравилась. Тёща и мне понравилась. Красавица такая. Красавица. И я думаю, ему будет хорошо с такой тёщей. А то, что, извините, карьеристка, посмотрите, уже тюнигованная. Где вы видели карьеристка? Посмотрите, в глаза. Она в Москву приехала, пригласили. Работает юристом в серьёзной компании. Она год проработала. Если бы ей было 45 и ни одних отношений, тогда мы бы сказали карьеристку. Она ещё работой не успела начать. Работу бросите? Нет. Вот, пожалуйста, карьеристка. Я так говорю, ещё неизвестно. Она, может быть, на край света поедет. А чё вы с ней-то говорите? Ну-ка, поедете на край света? Да, да. Она с края света приехала для того, чтобы опять туда возвращаться. Нет, конечно. Бабушке, наверное, она всё-таки больше, чем мне понравилась. И тёща больше понравилась. На что вперёд обращаете внимание, когда вот встречаете мужчину? Отдельно что-то? Взгляд на что кидаете? На что? Первое. Первое. На глаза в основном. То есть, ну, ты смотришь человеку в глаза. Это самый главный момент. Почему вы с ней разговариваете, как с ровесницей? Ни на что не обращают внимания. Позвал, цветочек подарил, сказал комплимент. Не смотрит ни на что. Мозги встают на место далеко, когда за 30. Ой, нет, Лариса, у неё умные глаза. Ну и плюс огромное то, что стеснительные. У нас, в принципе, всё есть. Квартира есть. Красавец, вот как Лариса говорит, непоганый. А вы за преданной какой? Чем поможете? Что на свадьбу подарите? Что на свадьбу подарите? Хотелось бы... Квартира у нас есть, да? Есть. А отдых, может быть, какой он молодожен, пускай едет. Захотелось, значит, мы подарим ему отдых. А вот визе у нас есть, да? Вот я прям разрекламировала нашего как уца. Давайте визе посмотрим. Ваш тип. У меня уже был такой случай, когда я пошла на свидание. Не, ну вы видите, ну мы же, ну мы же не обидели в очках. А? Да что там можно было увидеть? Сначала в шлеме, потом очки. Яна, что там скрывали? А чего? Всё видно. Яна, а как он так шпагат делает на двух стульях горизонтально? Он физически крепкий. Вот это, кстати, правильный аргумент. Для девушки двух с двух лет... Это крепкий. Но шпагат это прям неправильно. Сильный, крепкий, надёжный, самое главное, надёжный человек, слово и дело. Ну, бабуля плохого не скажет. Я на самом деле приготовила вам подарки. Я не ромашка для того, чтобы усмирять желание, а вам клевер для красоты и долголетия. Спасибо большое. И для Александра и его близких у меня тоже есть подарок. Пижма Нина Николаевна. Это вам для вечной жизни. Иван Дамарья это самому жениху для того, чтобы он быстро нашёл себе пару. А вот такая вот травка. Иван-чай. Она, во-первых, повышает потенцию, но никому это ещё не мешало. Ой, а Иван-чай в Питере. Ну, завались. В море. Всё. Начинайте заваривать срочно. А сюрприз-то будет? Скажите мне. Сюрприз сейчас сначала, Оля. Мы хотим ещё подарить места Сашины, где он бывает, его малая родина. Река Битюх. Вот с этого моста он прыгает. Бобров. Город Бобров. Маленький городок. Давайте я, пожалуйста. И здесь все места. Это наш Бобров, его любимая река. Там у нас её домик. Я на свадьбу приеду, увидела. Приезжайте все. Очень маленький. Но всё-таки город. Любимый. Ну, моё солнышко. В жизни всё может быть. И нужно уметь держать баланс. Хорошая. Где-то уступить, где-то нет, где-то наступить. Умеешь ли ты держать баланс? Надеюсь, умею. Сейчас проверим. Проверим. Кладу тебе книжки. Две. На голову. Вот так. Две. Сейчас. Вот так. Поворачивайся. Ручи в стороны. И вот так ножку. Закрываем глаза. Считаем. Раз. Два. Три. Ножку подними. Ножку поднять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Баланс держится. Кривенько только. Надо учиться чуть-чуть. Можно я босиком? Можно. Давай разумаемся. Разумаемся. Потому что сейчас будет. Давай. Уже увидели, что я держу баланс? Я уже увидела, что это начало контрастношений вашего внука с потенциальной невесткой. Потому что ей эти книжки держать не нужно. Это вам нужно. Это вам интересно. Ей баланс в жизни держать. Да, да, да. Начинается взрыв мозга и учение. Я в свое время прошла курсы самообороны для пенсионеров. Сейчас жизнь такая. Молодым, красивым девушкам нужно уметь себя защищать. Вот. Раз. Сразу. Где какой реакции? Оп. Защищай. Ты меня хватай сразу за руку. И вот так. Я нападаю. Давай еще раз. Давай. И оп. Хватай. Вот сюда. За запястье. Яна, не делайте этого. И вниз. Яна, не делайте. Она потом скажет, что вы пенсионерки сбиваете. Не делайте этого. Пожалуйста. Вы просто нельзя. Ну, это просто для защиты. Чтобы она умела сама себя защищать. Я думаю, ты не подведешь. Молодец. Правильно, правильно. Оборону надержаете. Оборону. Ну, жмить что ли будет. Зачем оборону держать? Спасибо, девочки. Теперь в свою комнату проходите. Забирайте подарок. Не забудьте. Спасибо. Спасибо. Ну, как вам? Ой, ну, мне понравилось. Ну, Николаевна, больше не понравилось. Вам все понравилось. Мне все понравилось. Не слишком активно для вас, нет? Я думаю, мы будем с бабушкой консервировать. Почему бы и нет? А не носить книжки. Найдем какой-то другой вариант. Например. Ну, это как для занятий, если с бабушкой. То есть для этого цветете, да? Вот свои единственные молодые годы, которые проскочат, оглянуться не успеет. 22 года за консервирование. Пусть мама консервируется своим мужем. Ну, маме тоже нужно отдыхать. Ей тоже не помешает. Тем более, она это умеет все делать. Мне понравилось. Мне понравилось. Она стройная. Она такая теплая сила в ней есть. Саша парень врезноватый, симпатичный и очень разборчивый в девушках. Я думаю, что бабушка точно так же о нем ничего не знает, как Наталья Николаевна. Ничего не знает. Своей дочери, да. Конечно. У него весовская венера, я уже говорила. Это значит, что любит красоток. Очень часто пустоголовых красоток, к сожалению. Я надеюсь, что он не будет менять женщин, как перчатки. Но бабушка здесь точно лишняя. На этапе знакомства женщины старшего возраста для него вообще вредны. Они будут разрушать отношения. А впоследствии маму уже или бабушку имеет смысл впустить в семью, в каком-то смысле слова. Потому что они не дадут браку разрушаться. Но вас очаровало. Меня да. Давайте знакомиться с семьей второго жениха. Здравствуйте, люди добрые. Я приехала для сына невестку искать здесь, в этом доме, а для себя дочку. Бог даст, пусть нам поможет. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий, 29 лет. Преподаватель физкультуры, мастер спорта по плаванию, увлекается мотоциклами и художественной литературой, мечтает изучить жизнь океана, предупреждает, что не доверяет людям. Мама слишком баловала Дмитрия и советовала ему повременить серьезными отношениями. Когда осознал, что скоро разменяет четвертый десяток, решил, что нужно торопиться создавать семью. Надеется, что у них с Яной общие цели. АПЛОДИСМЕНТЫ Путешествую много. Вот была в Таиланде, зимовала в Таиланде, была в Камбодже, там купила из натурального шелка блузку. И хочу подарить Янечке. Если можно, что есть, или мне позволите. А цветочки у нас нам, да? А цветочки? Да, вам. А, так, все, я себе взяла цветочек. А вы Янечку несите. Несите, а я вот это. Уфилисия. А вот, пожалуйста. Размером, возможно, не угадала. Пожалуйста. Я тогда к вам тоже сразу с подарком. Подорожнее к вам для того, чтобы путешествия были удачными. Зверобой сыну, потому что ему, как спортсмену, здоровье нужно обязательно. А хвощ для деторождения. Если будут проблемы, пускай под кровать кладет. И дети родятся. Надеюсь. Спасибо всем. Да, детей надо быстрее торопиться. Лариса Дмитриевна, скажите честно, ревновали своего сына, поэтому отговаривали заводить отношения? Отговаривала? Ну, наверное, и было. А он вообще вас посвящает в свою личную жизнь? Он скрытный человек. Не только бабушкам, дедушкам, которых у нас нет. Даже мне он практически ничего. Вы спрашиваете? Я спрашиваю. А вам хотелось бы знать? Очень хочется знать. А что хочется знать именно? Мне хочется знать все, что у него в голове. Ну, она просто любит ссувать свой нос в мои отношения. Вы были откровенны со своими родителями? Нет. А вы знаете такие семьи, где дети предельно откровенны со своими родителями? Есть такие семьи, есть. Некоторые очень, очень близкие. Ну, да, потому что так коротают свободные вечера. Сыну 57, матушке 80 лет, они в четыре руки вяжут носки на зиму. Нет, нет, я имею в виду не мальчика, а девочка. Вот я знаю семьи, где девочка с мамой. Но это я не считаю, что они счастливые семьи. Они счастье отбирают у мужа. Я бы, например, если бы мой сын выбрал по себе девушку, если бы мне разрешили туда, в эту семью посетить. А вы еще спрашивать будете разрешения? Буду. Узнает адрес и приедет на такси в гости даже без разрешения. Чем мама меньше лезет, чем счастливее мой сын. Да нет, вы невестки как бы, ну, состоится, не состоится вы. Женщина, которая будет рядом с ним. Вас же не будет, надо же научить всему. Вот что делать ей? Может, он, не знаю, манную кашу, наверное, может, любит, как ее специально заваривать, что он любит. Или когда можно говорить что-то, когда нельзя. Или если он в плохом настроении, как к нему лучше подойти. Вот я про это говорю. И он сразу станет счастливым? Не работает. Работает. Ничего. Может, у кого-то не работает, а у меня работает. Если они между собой в общий язык найдут, и я совсем не нужна там буду, я только рада буду этому. Ага. Вот давайте я вам объясню, про что я говорю. Вот чтобы моего сына заставить сделать то, чего он не хочет, а сделать надо, ну, условно, помыть посуду. Что делать буду? Если на ночь уж глаз твоим сыном, понимаешь так, он не то, что посуду помоет, он потолки, и побелит. Поняла? У меня счастливым сделает, если мы что-то будем делать вместе. Ну, уже такая столичная штучка, да? Взгляд уже колки, внимательный. Да, уже все понимает. Ну, я не знаю. А денег хватит содержать такую красотку? А насчет денег, знаете, я с Башкирии. Я с Башкирии. Ага. Ну, это же хорошо. А родилась и выросла там. И скажу так. Бабай спрашивает у внука. Это дедушка, перевожу на русский, спрашивает у внука. Да, у внука. Когда ты, внучок, женишься, он говорит, да вот на ноги встану, это построю, это построю. Эх, ты дурак, внучок. Ты вначале женись, вместе все построите, тогда она тебя любить будет. А на готовенького все пойдут. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вот хочу сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, ничего за сыном не даете? Даём. Ничего на готовенькое рот открыть? Даём. Не так даем. А что даёте-то? А по-другому даём. Но? У сына у нас в Башкирии есть квартира. Он в Сочи живёт второй год. Вот там есть у нас Леночка-риэлтор, подыскивает нам жильё. Правильно, Яна как раз мечтала поехать в Башкирию. Ну, жильё подыскивает нам, чтобы сами вдвоём мастерок взяли, сены делали. А не готовенькое. Так вы что, подождите, подождите, вот в этот момент, пожалуйста, поподробнее. Значит, вам, по сути, невестка нужна, которая вам ремонт доделает. Так искать, значит, надо не такую-то его. Она, конечно, подоит на их свой корову, а лучше бы мы со строителем малярной какие-то способности. А если тебе невестка пообещала ремонт доделать, я думаю, ты бы её приняла с распростёртыми объятиями. Мне ремонт, ремонт, ремонт. Нет, Роза такая классическая перебежчица. Сначала она была на стороне Яны, сейчас она у неё и фифа, и какими только она её словами не называет. И на шкид, она штопать не умеет. И вообще. Я за справедливость и за счастье молодых. А то, что провоцирую. Да, вот мама, мама сидит, ушки развесила, чуть ли не за любого уже готова идти. Значит, спровоцировать её надо, чтобы она как-то встрепенулась. Хитрость её в глазах такая есть своя, и неопределённость. Спасибо вам большое. О, что это такое? Я смотрю, там какой-то потрясающий сюрприз. Мой сын... Если это манты, сама за него замуж. Я не мушенманин, но очень любит. У него любимое блюдо манты. И вот он приготовил и решил Яну угостить мантами. Сам приготовил. Сам приготовил. Манты знаете, что такое? А если хорошая девочка Яна угостит нас, мы скажем спасибо. Хорошая девочка. Мои манты самые вкусные. Правильная мама мантами-то кормит, чтобы уже на вторую неделю никто на неё не смотрел. Ну, давай, ты капля, вот. Как у неё вкус? Очень вкусно. Давайте ведутся к вашему. А правда ваш сын готовил? Конечно. Да? Молодец. Молодец. Ну, вам привычно такая, да? Спасибо, вы уже в свою комнату. А мы сейчас будем пробовать, как ваш там сын. Василиса. Спасибо вам за подарок. Я сейчас пока нет. Потом покожем. А можно про сына что-то не сказала это? А скажу, вот сейчас уйдёте, дверку закройте, и всё, скажу. А, тихо я. Спасибо. Ладно, всего хорошего. Спасибо. Как вам, Лариса Дмитриевна, вот такая потенциальная святой? Мне кажется, она такая... Да, мне тоже так. ...боевая. А вы верите во всё, что она сказала, что она будет довольствоваться счастьем своего сына, влезать никогда не будет? Нет, не верю. Денис, никто тебе не верит. Даже я тебе не верю. Мне кажется, она будет сильно за сыном своим. И я тоже. У вас тоже сыновей нет. Ну, поэтому и не женится на ваших сыновек, не лезь. И что ты не женится? Это ещё была бы честь предложена за нашими сыновьями. Лариса Дмитриевна, не переживайте. На сайте двоеточек ТВ у нас найдутся невесты. Приди сюда и расскажи мне, моя дорогая, что ты скажешь. Лариса Дмитриевна, мне понравилось, она меня устроила. Мне кажется, что это человек, сделавший выводы из своих ситуаций. Да, надеюсь. Но гороскоп Дмитрия меня несколько насторожил. Он, с одной стороны, мужественный, активный. Он действительно мужчина в полном смысле этого слова. Я не хочу сказать, что он ходок, но таких мужчин заставить жениться, это нужно очень постараться. У них найдётся тысяча причин. Сегодня он не может жениться, потому что учёбы не позволяет, потом работа, потом ещё какие-нибудь семейные обстоятельства. Я думаю, что вот это тот случай, когда мама пришла сюда не зря. Дмитрию хорошо было бы посмотреть, конечно, в глаза и задать ему прямой вопрос. Он-то сам жениться хочет? Или он так, хочет поматросить? И потом ещё поматросить? И потом ещё поматросить? И так далее. Нет, нет, нет. Будет у них хорошо, будет у них покой. Найдут они общий язык. Яночка, а у вас есть возможность встретиться со свадьими третьего жениха? Готовы? Да. Снова здравствуйте. Мы сейчас, у нас выпал шанс, мы опять приехали за невестой. Я думаю, Яна понравится наш жених, а там выбор за вами. Со мной мой муж и племянница Ира. Разрешите вас угостить. Николай, 35 лет. Владелец небольшого бизнеса. В свободное время подрабатывает таксистом, гордится своей матери. Признаётся, что у него ангельское терпение. Николай простил гражданскую жену за то, что она 4 года скрывала от него, что не может иметь детей. И ещё 4 года мирился с её пьянством. С тех пор разочаровался в женщинах. Надеется, что Яна вернёт ему веру в любовь. Любовь Ивановна, я рада вас снова видеть на нашей программе. Я помню, как вы активно сватали своего сына. И, конечно, мне было очень жаль, что он, на мой взгляд, был один из самых ярких претендентов, и его невеста не выбрала. Очень переживали. Я пока разговариваю. Спасибо. Я очень рада. Вообще хочу сказать, что, может, надежды мало женится. Да ладно, чё, чё, он старик у тебя, что ли, 80-летний? Ты чего свалит? Ну, нам уж очень хочется, а хочется, то хуже, чем болит. А розой, да, чуть дают, всё раздают. Ну, оптимизма в её словах не хватает. Может быть, он нашёл себя в другом. Почему решили, что все должны быть женаты, и все должны рожать детей? Ну, может быть, у него другая судьба. Может быть, он, не знаю, нашёл себя в науке, в творчестве. Да давай, у нас ведь и ролик есть, и программа. Давайте, давайте напомним. Меня зовут Николай. Привет. Это моя мама. Ну, такой мамой и я бы гордилась. Шла, чтобы женить, наконец, своего сыночка. Я вижу, что это ягода нашего поля. И вообще, этот цветочек такой мне очень-очень понравился. Я знаю, что вы за гражданский брак. Для начала, да. Ну, это мы поглядим, сколько у тебя хватит сил и терпения. Поучу же, постирать. Ага. Ну, я бы очень хотела. Она не пожалеет никогда. Да за такую свекровь я бы пошла завтра замуж. Если я так сказала, значит, это искренне. Значит, на самом деле. Скажите, милая, сейчас вот вам подарят муравушку. Я прям вот не могу. Я увидела страдания в ваших глазах и поняла, что я сейчас вам должна подарить эту полынь. Она исполняет желание именно у женщин. Хвощ, чтобы у вас внуки появились быстрее. А вот эта крапива, я слышала историю Николая, что у него была девушка сильно пьющая. Крапива от женского алкоголизма и от мужских загулов. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Спасибо большое. Ну, если еще раз принесете торт на программу, если в третий раз придете с тортиком, я вас больше любить не буду. Лариса, я приду, сколько скажете, но я уже не уйду без невесты. Торт у вас просто. Яна откажет. Мы еще раз придем, с вашего позволения. Отстаньте вы от него. Ну, не хочет жениться. И вы говорите, хорошо. Или знаете, что у нас в доме говорит, не женись, я не переживу. Только не женись. Я тебя умоляю. Только никого не приводи. Умоляю. Прошу тебя, увидите, это сработает. Она замечательная. И я наверняка, она будет рада и счастлива, и все будет делать для невесты. Все-таки Яночка не его девочка, нет? И разница в возрасте. Уж она, да, правда, вот по... Я просто вспомнила жениха-то нашего. Да? Уже из-за балового. Единственное, разница только в возрасте, а все остальное, я думаю, ну, все хорошо. Ну, еще бы, красавица. Я только скажу, что все хорошо. По гороскопу, можно мне обратиться? Да. Вы по гороскопу кто? Телес. Телес? Это по-пси хорошо. Это ужасно плохо, потому что у него Венера в Скорпионе. К сожалению, должна сказать, ему нужен типаж женщины неуспокойной, ему нужно метание терзания. Она человек, который в своей любви и в счастье будет стремиться к спокойствию. Поэтому, к сожалению, я должна сказать, что... Нет, 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 ну, что вы... Я про то, что Венера, ну, любит, она сможет любить, а он потом... Мне кажется, что ситуация неравновесная. Значит, девочка 20 лет должна его любить, 35-летняя, а он потом как-нибудь полюбит. Я помню Николая, он такой хитренький, сидел на программе, улыбался, глаза прятал, не знал, как ему деться, молчал, отмалчивался, мы все это видели. Не, ну, матери все равно хочется, конечно. Матери хочется, я могу ее понять. Кому больше хочется, ему или матери? Матери. Любовь Ивановна, дорогая, я знаю, что вы приготовили для нас сюрприз. С удовольствием посмотрим. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте поближе. Я очень рада познакомиться. У нас семейная традиция. Я хочу вам платочек подарить. А вдруг получится? Вы не пожалеете. Вы просто девочка чудо. АПЛОДИСМЕНТЫ Моя пленянница, Кулина сестра. Так как Коля верит в судьбу, она поет песню, гадалка. Но мы гадать не ходим. Спасибо. Ирочка, давай, девочка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Средно меняется мода Но покуда стоит белый свет У цыганки со старой колодой Хоть один да найдется клиент в ожидании Постучится хоть кто-нибудь к ней И раскинет она и разложит Благородных своих королей Ну что сказать, ну что сказать Устроены так люди Желают знать, желают знать Желают знать, что будет Я даже в молодости почему-то это не любила Она что-то даже в молодости, да, не попадает Желают знать, что будет Что сказать, ну что сказать Устроены так люди Желают знать, желают знать Желают знать, что будет Желают знать, что будет И хорушат гранитные замки И заносит песком города Молодец! Браво! Спасибо. Спасибо, друзья мои. Скоро узнаете, кого Яночка выберет Пока в своей комнате пройдите Что ж ты, Ира? Залюбит, замучает, как полпот компучию Это чисто тоже российское Просто во все внутренности влезть Вот с любовью, с этой опекой Еще, поди, знаю, что хуже Равнодушие или вот такая Гиперлюбовь, гиперопека, гипержелание Это же отпугивает Это наоборот Это пугает людей А что ж пугает-то? Наоборот, она показывает, что смотри И дочь Я верю ей, действительно, она Для нее невестка дочка А представляешь, что она так в воскресенье Прыг между ними в кровати Скажет, моя девочка Тебе ручка затекла Сминка, дай я тебе поглажу Она по-другому будет делать Она наоборот скажет Яночка, вот кофе в постель Не между ними, а Еще сыночка покажет Ой, лучше не надо Лучше воду из-под крана, понимаешь, без стакана А потом, если вдруг обязательно скандалы будет К ней мама далеко, как говорится На чем плече плакать будет Подружки Запомните, только к подружкам И никогда к свитровым пищам Никогда У нас шансов почти ноль Я вот сейчас убедилась Девчонки, как вам? Нужна такая любовь? Мне кажется, у мамы слишком навязчивая идея Женить своего сына А потом будет навязчивая идея Ребенок, потом второй ребенок Потом она будет считать, что ребенок плохо одет Не накормлен, что ему нужно делать какие-нибудь примочки Это ужасно Если мужчина до 35 лет или не женился Или не объяснил маме, что не нужно лезть в его жизнь Нужно эту траву держать перед собой и говорить себе Николай, я лопух Вот нужно просто держать и говорить Я лопух Если к 35 годам еще не смог ни с мамой договориться Ни жениться Первое больше всего подойдет, мне кажется Ну я сразу сказала, что первые и по возрасту они Я надеюсь на плохое Да, будем держаться Девчонки, в общем, вы советуетесь Наташа, в какую семью вы бы с легким сердцем отдали свою дочку? А мы через несколько минут встретимся в этой студии И все узнаем Оставайтесь с нами Девчонки, кто из родственниц на вас произвел наибольшее впечатление И с чьим сыном или внуком вы хотели бы познакомиться? Конечно же, Зоя Николаевна То есть, вообще просто милый человек Активная А вы? Просто такой живчик Да, мне тоже понравилась больше Зоя Николаевна Наташа? Я тоже Зоя Николаевна очень понравилась, конечно Такая женщина Она пойдет и в огонь и в воду, мне кажется Нет, все равно такое чувство, что мама рулит И это все так Да не рулит мама, не рулит У нее есть стержень Мне Зоя Николаевна все же понравилась Но я за Ларису Дмитриевну Вы, наверное, что-то не слышите В принципе, квартира в Сочи сейчас Это же как недвижимость за границей просто-напросто Дима, если тебя позовет Выйдешь к ней или нет? Ну, выйду, девушка милая, мне очень симпатично Дмитрий из второй комнаты Мы его не видели, я не знаю, здесь ли он Но тот самый, у кого квартира в Сочи Очень похож на человека, который может разбить вам сердце В таких мужчин вам легко влюбляться, но они жениться не разбежались Поэтому я, конечно, против него Хотя сам по себе, я думаю, он вам очень понравился А у нас остается самый первый, Александр То есть Зоя Николаевна, это в данной ситуации самый верный выбор Но я не представляю тоже, как можно так выбирать за глазами Ну, давайте пригласим, посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ Красавчик! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день Проходите Для моего солнца Да умничка Что вы там в своей комнате чувствовали? Волнение Волнение Хотелось познакомиться Нет, естественно, хотелось познакомиться вживую Просто экран не передает ничего Я видел не больше, чем все телезрители Очень хотелось все вживую Понравилось? Да Скажите, честно На каком этапе Даже вот такая вот прекрасная бабушка, как Зоя Николаевна Вам бы стало уже мешать? Мешать? Ну, вот представьте, вы утром вытягиваетесь в постель Или вам еще хочется там пошешулкаться, что-то там поржать Музыку послушайте Она быстро Подъем Зорька Солнце Велосипедные летящие прогулки Мне кажется, что настолько бабушка активна Что лучше бы она вот с другими бабушками где-то бы тусила Ну, она очень активная Но вряд ли бы она утомила или как-то мешала В случае нечастых отпусков и выходных у нее А так жить у меня Без бабушки Без бабушки И без мамы Без И без тещи и тещи и свекрови Да, да, да Вот чешка это Вот пускай они сами между собой разговаривают Да, простите меня, правда Может быть, вы хотите жить с бабушками и дедушками А я тут что-то увлезаю Пардонки Однозначно с бабушками, с дедушками, с тетями, с дядями жить никто не хочет Ну, посмотри, а ямочкой как, и улыбка Ну, он стесняется на нее смотреть Как вы относитесь к тому, что женщина будет работать, допустим, жена будет? С уважением, это за То есть вы не будете? Нисколько Я сам карьерист, и для меня карьера на первом месте всегда Пока, ни на сколько-то моментов И навряд ли, наверное, вам понравится, если жена будет сидеть и ждать вас с пирогами, правда? Да, это вообще да Вам захочется, чтобы разговаривать? А если она круче вас будет? Это будет стимулом для меня И больше Это будет стимулом для меня, что я мало достиг А какая метаморфоза с Яной произошла? Когда были бабушки бесконечные, Яночка сидела, молчала, глаза в пол, ни одного вопроса И только так была полуулыбка И вдруг я нажила Вот что знаю О чем я и говорила Молодые должны жить с молодыми Общаться И интересует только тот объект, который интересует Все Остальное важно, но не очень Отпускаем? Да? Приглашаем остальных? Я думаю, нет Спасибо Проходите в свою комнату А мы пока будем советоваться А вот Ларис говорит, что родственники роли не играют А вот бабушка, видишь, как пропиарила? Да Вот, и в точку попала Как она? Интересная, милая, да Стоит познакомиться поближе Вот Ну ты Вот В такой ситуации, когда торжище или договоренности идут между родителями Единственное, что может сделать невеста, это выбрать меньший из зол То есть не человека, который понравился Человек, который показался мужчиной с меньшим количеством недостатков Очевидно, это Александр Поэтому, наверное, сегодня его и имеется Спасибо, Яночка Быстро, в комнату, за женихом Мы вас в любом случае поддерживаем Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс с их номером по телефону 4151 Светлана, 30 лет Номер 3499 Помощник руководителя фабрики сладостей Гордится тем, что всегда добивается своих целей Увлекается фитнесом, разведением цветов и оформлением клумб Мечтает связать свою жизнь с высоким блондином без вредных привычек Наиля, 32 года, номер 3500 Риэлтор по аренде квартир Гордится тем, что спасла котенка от собаки и нашла ему дом Предупреждает, что ведет ночной образ жизни и не станет рано вставать для приготовления завтраков Свяжет свою жизнь с высоким светлоглазым мужчиной Мы не знаем, выйдет я на дна или с избранником Я приглашаю всех, выходите, давайте ее поддержим АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара Яна и Александр Их поздравляет группа Корни АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Спасибо.